Всем привет! Меня зовут Юлия Тадеуш, я приветствую вас на канале Процветок. Я занимаюсь розами уже более 19 лет, и в моем саду опробовано уже около 300 сортов роз. В разный период времени, разное количество. И сегодня мы поговорим о том, что вообще, в принципе, какие проблемы могут возникнуть у вас в июне месяце. И в основном люди сталкиваются с двумя проблемами. Это слепые побеги и это дикорастущие побеги, рост дичков. Это происходит именно сейчас. И мы поговорим, сейчас я покажу, как выглядят слепые побеги, в принципе, причины их появления. Хотя на самом деле, как бы точно сказать, никто вам не может, от чего они появляются. Но, исходя из моих многолетних наблюдений, я как бы вывела для себя несколько причин появления слепых побегов. Хотя, возможно, они и не все, потому что, ну, все отследить, в принципе, невозможно, даже в таком саду, как у меня. И одна из первых причин появления слепых побегов – это повреждение возвратными заморозками. Вторая причина – это плохо перезимовавшие побеги, которые вроде бы сохранили частично сокодвижение, но до конца сок поступает не очень хорошо. И хотя они зазеленели и пустили листики там, пытаются пустить побеги, но в итоге мы цветения все равно на них никогда не дождемся. Они тормозят в развитии и перестают развиваться. Еще одна причина – это повреждение вредителей. Я знаю, что в этом году большая серьезная проблема в связи с тем, что очень жаркая стоит погода. И очень много вредителей, которые постоянно пытаются покуситься на розы и их съесть. Мне очень часто звонят розоводы, которые спрашивают, что им делать со слепыми побегами. Я вот у себя здесь некоторое количество слепых побегов тоже нашла. И я вам покажу и расскажу, что я вообще сама буду делать с такими побегами. Мы видим, что точка роста повреждена. Фактически у нас нет никакого завершения роста. Вот если здесь, например, веточка пошла дальше расти и образовались бутоны, то тут ничего нет. И я могу уверенно сказать, что куст достаточно большой и мощный – это сорт розы Геркулес. Цветов у нее много, но одна ветка у меня осталась с такими поврежденными побегами. Если я ее посмотрю внимательно, я увижу повреждения на коре. И вот эти повреждения на коре, которые здесь есть, в принципе, глубина их такая, что с одной стороны тронулся побег в рост и начали развиваться листья, с другой стороны все равно цветов на нем не образовалось. И что делать с таким побегом? Поскольку здесь много у меня еще бутонов, я вообще этот побег вырежу полностью на кусте. То есть я возьму его и резану целиком. Он весь такой поврежденный. Вот вы видите, и здесь тоже повреждена точка роста, ее фактически нет. Поэтому смысла сохранять такой побег я уже не вижу. Я его вырезаю целиком. Более того, вот мы на срезе даже можем увидеть вот это вот повреждение, которое есть. И вот этот побег я вырезаю как ненужный. Вот еще один побег, который, как мы видим, в принципе, вот пошел хороший расти, хорошая почка проснулась. Она завершается у нас бутоном. Но на самую макушку побега не хватило сил у розы. Поэтому вот образовались тоже, опять же, слепые побеги. Вот такие. И то, что мы должны сейчас сделать, в принципе, это вырезать до здорового, хорошего побега, на котором вырезать вот те побеги, которые повреждены, которые имеют слепой побег. С этим побегом совсем другая история. Мы видим следы преступления, вредителя, который просто съел точку роста. Поэтому вырезать мы весь побег в данном случае не будем. Мы просто укоротим обрезов до пятилистника развитого. Причем, видите, на побеге вот здесь вот внизу как бы несколько таких. Я вот их возьму и подрежу. Иногда при повреждении вредителей роза справляется сама. Это мы видим вот в данном случае. Вот это точка роста бывшая, которая повредилась вредителем. Но роза как бы немного подумала и выпустила новый росток, который после этого благополучно зацветет. Для чего, в принципе, мы это делаем? Ну, казалось бы, можно оставить. На самом деле, вот этой обрезкой мы стимулируем пробуждение новых спящих почек. И как бы даем розе возможность увеличить еще количество вот этих вот побегов, которые зацветут. Красиво. Теперь поговорим о побегах диких, которые отрастают от корней. То есть это тот шиповник, на который привита наша роза. Вот у этого куста розы, несмотря на весь его благополучный вид, она действительно благополучная достаточно. В принципе, подвой, возможно, не совсем удачный, потому что на самом деле каждый год вырастают дикие побеги. Но сам куст сильный, и, в принципе, достаточно вовремя вырезать вот эти вот побеги, которые вырастают в июне. И она дальше прекрасно растет. Как удалять вообще? Как, в принципе, сначала распознать? Я могу сказать, что, да, тут как бы характерно очень отличие между как бы пятилистниками. Вот это пятилистник, да, а здесь мы уже видим семь листиков. То есть семилистник вот такой. Плюс ко всему глянцевая поверхность, матовая поверхность, совершенно разная. Но, откровенно говоря, я не стала бы ориентироваться, в принципе, просто, ну, этой розе все понятно. Но иногда бывает так, что у розы, у самой культурной тоже семь листиков. И это, в принципе, достаточно нормально. Поэтому, ну, это все зависит от ее происхождения. Поэтому опираться только на внешний вид побега, вот такого, я бы не стала бы. Я бы обязательно посмотрела бы, в первую очередь, откуда такой побег растет. И если он не растет от начала прививки, от места прививки, то это точно означает, что это дичок. И сейчас мы заглянем вниз куста. И что мы увидим? Кстати, вот посмотрите тоже. Казалось бы, очень часто бордовыми растут именно культурные побеги. Но в данном случае я уверена в том, что это дичок, который вот такого цвета бордового имеет. Как будто бы он культурный. И сейчас мы, когда заглянули под куст, тут, конечно, очень много всего. Мы видим, что вот этот побег вырос на отдалении от, вообще, в принципе, основания куста. И, естественно, его, как бы, понятно, что нужно удалить. На самом деле, для того, чтобы его удалить правильно, нужно раскопать немного нашу землю, для того, чтобы дойти, как бы, до самого корня. И удалить вот этот побег, чтобы он больше не рос полностью. Сейчас мы это сделаем. Вот я немного подкопала. Раскопала вот это вот все. Докопалась до начала. Откуда это все растет. И начинаю просто... Еще надо глубже нам немножко раскопать. Начинаю обламывать вместе с кусочком коры. То есть даже не вырезаю, а стараюсь его выломать. Вот, видите, как с пяточкой. С пяточкой выламываем полностью. Почему нужно сделать именно так? Если бы мы просто обрезали, вот знаете, как поросль бывает, неважно, у облепихи, у любого дерева, чем больше ты режешь, тем больше это стимулирует рост новых побегов. Он бы обязательно начал расти. Вообще, вот так раскопав, я вижу проблему, от чего у нас так получилось, почему растет. Видимо, в процессе ухода за кустом какой-то побег начал расти, подцепился у меня как бы вилами или лопатой и стал вот так вот вверх торчать. Вытянулся ближе к поверхности. И, естественно, как бы, когда он ближе к поверхности, он начинает прогреваться солнцем. И, конечно же, на нем хорошо. И на нем начинают расти новые побеги. Поэтому я возьму этот корень. Вот удалив все побеги, я его еще и подрежу, чтобы он стал у меня намного глубже стал сидеть. Не торчал так близко к поверхности. То есть я вырезала еще кусок. Все. Теперь сверху засыпать землей. И вот, можно сказать, мы благополучно удалили все дикие побеги у этого куста. На этом вот основные такие работы, которые, в принципе, закончены. Вообще, сейчас время ожидания цветения. Вот в июне месяце, где-то в 15-х числах, начнут цвести розы. У кого-то они начнут цвести чуть раньше, у кого-то чуть позже, в зависимости от микроклимата участка, как бы, от его расположения. У меня где-то после 15-го числа. И из тех мероприятий, кроме как вот отслеживания слепых побегов и удаления диких побегов, что вообще, в принципе, я еще буду с розами делать. Ну, обработки я сделала еще в прошлые выходные от болезней и вредителей. И все, что я буду еще делать, это я дополнительно еще до цветения могу успеть подкормить мои розы настоем, органическим настоем куриного помета. На этом все о июньских работах. Желаю вам удачного цветения ваших роз, процветания вашему саду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok